В Киеве расследует убийство известного журналиста Павла Шеремета, который долгое время работал в России, в том числе на нашем канале. Автомобиль, в котором он находился, взорвался сегодня утром на одном из перекрестков в центре украинской столицы. От дома Шеремета успел отъехать всего несколько десятков метров. В момент взрыва сняли камеры наблюдения. И в полиции, и в прокуратуре уже заявили, преступление было тщательно спланировано, взрыв, судя по всему, был направленным. Прохожие кинулись на помощь, однако шансов на спасение не было. Свидетельство очевидцев и версии преступления в репортаже Алены Германовой. Это самый центр Киева, пересечение улиц Богдана Кмельницкого и Ивана Франко. Сейчас здесь все отцеплено, работают эксперты движения перекрыта. Автомобиль, в котором ехал журналист Павел Шеремет, двигался по этой улице и остановился на перекрестке, чтобы пропустить другую машину. В этот момент и прогремел взрыв. А он ехал со второстепенной, но ехал так, как будто он куда-то спешил. Когда он остановился, увидев, что я стою на главной, собираюсь поворачивать налево, в этот момент произошел взрыв. Эти кадры с камеры видеонаблюдения сейчас изучают в украинской полиции. От взрыва автомобиль буквально разлетается на куски. Прохожие в шоке, боятся подойти. Чудом никто из них не пострадал. Спустя мгновение очевидцы пытаются помочь водителю. Мы просто видели, что идет дым. То есть машина сразу не загорелась. После этого мы резко собрались и выбежали посмотреть, что происходит. И уже люди сразу вытаскивали человека. Он уже был без сознания. Открыли люди дверь водительскую. Водительскую не могли открыть. Открыли пассажирскую заднюю. Пытались его достать. Кое-как его достали. Приехала скорая и сразу забрала. Скорая приехала очень быстро, буквально за пять минут. Потом пожарные приехали. И все. Шансов спастись у водителя не было. Машина за считанные секунды полностью выгорела. Взрывное устройство, по версии полиции, скорее всего, располагалось под водительским креслом. Именно в этом месте, в днище автомобиля, обнаружили большое отверстие. Предполагается, что мощность взрывного устройства была от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Выбух босс пид машины. Взрыв был из-под машины. Детали аж полетели. Потом люди начали кричать. Уже известно, что машина журналисту не принадлежала. Владелицей была руководитель интернет-издания «Украинская правда» и гражданская жена Шеремета Алена Притула. Ее самой в момент взрыва в машине не было. Впрочем, вряд ли она была целью убить. То, что именно Шеремет ездил на этом автомобиле, знали все. И соседи, и коллеги. Это была машина нашего руководителя, руководителя издания «Украинская правда», многолетнего его редактора Алены Притулы. И Шеремет на ней каждое утро отправлялся на утренний эфир «Радио Вести». Последние пять лет Павел Шеремет жил на Украине. Работал исполнительным директором «Украинской правды». Вел авторские радиопередачи. Накануне его голос в эфире слышали в последний раз. Ну а мы с Таней прощаемся с вами до завтра. Услышимся с вами в восемь утра. Поставим вам в конце нашей сегодняшней программы, нашего партизанского шоу, песню «Киевские улицы». Как и пообещал слушателям Павел Шеремет, этим утром собирался в редакцию. Сел в машину, отъехал от дома. Через 200 метров произошел взрыв. Ему было всего 44. Родился в Белоруссии. Какое-то время работал там собственным корреспондентом ОРТ. В своих материалах он часто высказывал оппозиционную точку зрения. Считался противником политики президента Лукашенко. И в свое время даже был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Задержали Шереметов в июле 1997 года во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе. Его обвинили в незаконном пересечении государственных границ, а также в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. На защиту журналистов стали российские власти. Тогда президент Борис Ельцин даже не пустил в Россию Лукашенко. Отказался предоставить его самолету воздушный коридор. Он пусть сначала Шеремет отпустил. В белорусской тюрьме Шеремет просидел в общей сложности три месяца. Его оператор Дмитрий Завадский позже был похищен, в июле 2000 года. Тогда он выехал в аэропорт Минска, чтобы встретить Павла Шеремета. И больше его никто не видел. Сам Шеремет после освобождения из белорусской тюрьмы работал специальным корреспондентом программ «Новости и время». Был ведущим еженедельной итоговой программы Первого канала. Снимал документальные фильмы. С 2008 года он начал сотрудничать с другими российскими СМИ, а потом переехал на Украину. Здесь это уже не первый случай гибели журналиста. Так в апреле прошлого года Олесь Бузина был застрелен у своего дома. Правда, в отличие от Бузины, Павел Шеремет против украинских властей открыто не выступал. Поэтому кто мог желать смерти журналисту, пока непонятно. Я сама в шоке и не знаю, что сказать. Будет от нас официальное заявление, как только мы найдем какую-то зацепку. Впрочем, версию украинская полиция уже выдвигает. Павла Шеремета могли убить из-за личной неприязни и профессиональной деятельности. Коллеги Шереметов в «Украинской правде» сейчас вспоминают, что он и Притула жаловались на постоянную слежку за ними. Не исключено, что связано это было с последними публикациями о коррупции во власти, которые причастны также боевики добровольческих батальонов. Один из последних постов в соцсети Шеремета был связан с батальоном «Азов». Президент Украины Петр Порошенко уже попросил помощи в расследовании убийства журналиста УФБ и Европолу. Алена Германова, Анна Ток, Дарья Рыбакова, Первый канал.